Всем привет! Мы находимся на скалодроме на национальном олимпийском стадионе Динамо. И пришли мы сюда, потому что у нас уже есть абонемент на новый сезон игр нашей команды, а он дает скидку на посещение этого места. Это место уникальное для нашей страны. Во-первых, высота скалодрома 16 метров. Во-вторых, здесь есть трассы на скорость, на трудности для новичков, а в целом можно проложить около 50 маршрутов. Чтобы заняться скалолазанием, не нужно ничего особенного. Минимальная экипировка и крепкие руки. И мы нашли ребят с такими параметрами в нашем клубе. Слева от меня вратарь женской команды Катерина и тренер вратарей женской команды, соответственно, Александр Скакалин. Справа вратарь мужской команды Федор и тренер вратарей мужской команды Андрей Дрозд. Всем привет! Ну, давайте сразу усложним вам задание и поменяем местами вас. Не всех только тренеры меняются. Будете работать с новыми подопечными. Аккуратно, как-то рассмотреть. Начнем мы, конечно же, с разминки, но разомнем наш мозг. Сейчас я буду вам задавать вопросы, вы будете отвечать на них, но не просто так. При этом вы будете зарабатывать баллы, а в дальнейшем каждый балл мы переведем в 2 секунды форы. Отвечаем быстро, но при этом зарабатываем баллы. Готовы? Поехали! Ну, разберемся с Азами. Скалолазание – это олимпийский вид спорта, да, нет? Нет. Да. Правильно. В какой стране зародилось скалолазание, как спорт? Китай. Нет, Китая. Норвегия. Норвегия. Испания. Нет, нет, нет. Финляндия. Нет. Славия. Нет. Но ближе уже. Жаня. Нет. Швеция. Нет. Швейцария. Нет. Пары распространения. Что там в Европе поближе к северу? Ну, так, усл... Англия, отлично, 1-1 у нас. А верите ли вы, что скалолазание включено в школьную программу в некоторых странах Европы? Да, да, да. Молодцы, что верите. Хорошо, все верят, но тут здесь ответ последовал чуточку быстрее. А как называется боязнь высоты? Высотофобия. Акрофобия. Акрофобия. Акрофобия, запоминаем, будете там на высоте вспоминать, как же это называется. Какой рекорд в спортивном скалолазании на скорость? Ну, кто будет ближе к правильному ответу? Именно в помещении? Да, вот примерно на такую стенку, которая стоит прямо сейчас за нами. 8 секунд. 20 секунд. Это ваши варианты. Итак, Федор оказался у нас ближе к правде, а на самом деле 5 целых, практически 5 с половиной секунд. Внимание. Чакбол, насос, булка, су-вид. Выберите слово, которое не имеет отношения к скалолазанию. Булка не имеет. Ваше предложение? Чакбол. Это су-вид. Это способ приготовления пищи. Да, верите ли вы, что мы находимся на самом большом скалодроме нашей страны? Да. Здесь все-таки ответ прозвучал еще до окончания вопроса, поэтому бал уходит сюда. Второе задание мы условно назвали туфелька для золушки. Тренерам нужно подобрать пару подходящего размера для своих вратарей. Три, два, один, побежали. Доксак, побежали. Ё-мазели. Здесь опасная лестница. Ничего себе, как хорошо спускается. Давай, 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 давай. Отлично, отлично. Как очень уменьшена, Саша. Зато как элегантно, как пробежал. Так, а это похоже, знаете, на поиск туфельки для золушек, только золушка уже не та. А если они подойдут? Ну, тогда все. Готов? Федя у нас уже в скалолазках. Как тебе удобно? Да, очень. Теперь нужно, чтобы Катя тоже была полностью в экипировке, поэтому на арену выходит Андрей. И обратный отсчет. Три, два, один, побежали. Обещал спуститься, как пожарный. Обещал спуститься, как пожарный. Почти. Я не так себе представляла, что они это делают, да? Так, 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 так. 42, 42. Так, 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 так. Там спрятались, я не понимаю. 42 размером. 42 это у меня. Давай, я тебе одну, а ты вторую. Это что, интенсия какая-то? Ничего себе. А скажите, о женской команде тренер? Тренер помогает девушкам обувать буксы? Ой, мне кажется, нужно брать в женскую команду. Будет помогать обуваться. Как это было красиво. А ты девушку вперед пропустил, потому что джентльмен? Или я хочу посмотреть, просто как это правильно делать? Три, два, один, Катя вперед! Ну, вы понимаете, что я за Катю болею. В любом случае. Да! Да! Кстати, вчера вам похоже тренировка, да, Катя? Вы тоже готовились, правильно? Ну, да. Я не вообще готовлю. Попую, правда, но мы не встали. Вот знаете, мне кажется... Резонально, вы здесь прицепляете. Но что-то похожее. Что когда вес полегче, ну, с Катей вес полегче, подниматься проще. Или как? Ну, мне кажется, силой рук зависит. Силой немного, согласен. Ну, неплохо, я тебе хочу сказать, Екатерина. О, на нее абонемент. Ура! Давайте поддержим Катю. Класс! Класс! О, я выиграла абонемент. Три, два, один, и вверх! Ой, какой-то... Что это было, собственно? Спешите! Как-то он на одних руках поднимается, да? А руки важны для вратаря, да? Это самое главное. Главное. Зубами, зубами, смотрите. Все, а ты спускайся красиво. И сюда. Для наших вратарей это оказалось слишком просто, поэтому мы решили отправить их на олимпийскую дистанцию. Вот та самая стенка, у которой рекорд, я напоминаю, 5,5 секунд. За сколько справятся наши ребята с этой дистанцией? Проверим прямо сейчас. Три, два, один, марш! Вот здесь, мне кажется, сложнее. Это неплохо для первого раза. Главное, мне кажется, правило, когда находишься там, не смотреть вниз. Ребята, привет! Нет! Посмотрите на нас! Ну, давайте делать встанки. Поднимется или нет? Не смотри вниз! Все, я устал. Все, хоре! Нет, все. Пока ты не успел отдышаться, расскажи сразу свои первые впечатления. Я думал, что будет тут намного проще. Тут на самом деле тяжело подняться. Ну, ты хорошо начал, ты хорошо начал. А что случилось где-то в середине дистанции? Руки начали забиваться уже. И уже там, когда нужно было перепрыгивать, перехватываться, уже было очень страшновато, потому что все выше и выше уже от земли. И там уже... Ты посмотрел вниз. Наверное, это был ключевой момент. Поэтому не получил... Я посмотрел, чтобы посмотреть, сколько я вообще, ну, забрался, насколько высоко. Расстояние у меня не хватало длины рук. Да, где-то прям приходилось на тоненькую цепляться. За счет этого быстрее забивались руки и все, и под конец уже сил не хватило держаться там. Ты вот высоты не боишься? Нет. Ну, это сомнительно. Потому что Федор, мне кажется, немножечко так с опаской. Отпускал свое тело где-то там в середине дистанции. Нет, наоборот, классное ощущение, что сначала немножко свободного этого, а потом чувствуешь, как тебя трос держит, все нормально. Если кому-то за абонементом нужно лезть на 5 метров вверх, то нашим болельщикам достаточно зайти в наш фирменный магазин. У нас продолжается продажа абонементов на новый сезон. Приходите поддержать наш клуб. Да, и на женскую команду абонементы не нужны. Мы будем рады видеть вас на трибунах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...